Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Катает мяч перед чужой штрафной Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Отобран мяч, надо возвращаться Владеет мячом команда И выбирает момент для обостряющей передач Такими действиями игру не обострить Хорошая передача Попытка нанести удар головой И не точно бьет головой игрок Санчес Некрасиво и полезно Замечательная передача Все верно, края надо чаще задействовать И мяч оказывается у голкипера Великолепный пас Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его Могло быть опасно Болотели Судья дает продолжить игру Хотя в паузе возможно будет желтая карта Мяч отобран чисто Это штрафной Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперников Только что я говорил об их атаке Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий Три минуты будет добавлено Терпеливо ждут они своего шанса Отличный кросс И пробил Мяч в воротах И они вышли вперед И вот так все меняется перед перерывом Сейчас тренерам предстоит сложная задача Что-то поменять в такте Знаешь, а может быть и ничего не будут менять Ведь впереди еще целый тайм Минимальное преимущество Относит команд к этому моменту Один Попосники А то не слышно вообще наши голоса Либо нехуй Музыку нафиг надо убрать, это блокирует А ты музыку как включаешь Не, музыка из игры Из-за музыки из игры блокирует твич, прикинь А, звук-то Есть такая хуйня Убалил, делай тише Перерыв закончен, команды на поле Арбитр дал сигнал начинать И у нас второй тайм, поехали Я помню, у меня на степу слушала на кухне музика И у меня из-за этого стрижется блокирует твич В теме? Да Посмотрим за этой атакой Выбили у него мяч Кому он достанется? Болотель Мяч летит в сторону ворот Друзья, вы поворот в это бить собираетесь Какой удар Что ж, довести разрыв до двух очков не удалось Забил бы сейчас и можно было выдохнуть Держу вправду Активнее сейчас гости будут действовать, судя по указаниям тренера Возможно, пришло время сыграть в прейсинг Напрашивался этот пас Через центр сложно пройти Хорошая игра защитника Чисто сыграно За боковую выбивает мяч защитник Да у меня же Я полагал Гриш, ты Это не вбрасывание мяча А его выбрасывание Ну, кто так играет? Смотрите на мяч Отобрали мяч у соперника Теперь можно начинать свою атаку Это может быть опасно Удар! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков На пару решили разыграть эту комбинацию Неплохо действует игрок Мяч отобранный Что дальше? Мяч за лицевой линией Раньше его вводили в игру защитники Теперь это делает братан Нет, он большой Он получил Атака остановлена Но кто получит мяч? Пока неплохо Перехват мяча И можно начинать атаку в обратную сторону И в разрез Шикарно Искал он партнеров Но нашел только вратаря соперника Совершенно логичное решение Хорошая скидка партнеров Удар И голкипер вступает В игру можно выдыхать Арбитр назначает угловой Мы слышим свист трибун Это болельщики хозяев Недовольны за тяжкой времени Гости выигрывают Торопиться им некуда Если так дальше пойдет То судья щедро добавит К основному времени матча Минуту-другую Как защитник сыграл Браво Командам 20 минут осталось играть в этом матче Плохо сыграно Мяч потеря Тут может что-то получиться Владеют мячом и ждут Когда предоставится возможность Сделать хорошую передачу Болотели Головой пробил игрок Рядом со штангой мяч проходит Какой шанс? Защитник надежен Разрядил обстановку Дал возможность Передохнуть в своей команде Хорошая игра в отборе Но мяч пока ничей Это может быть опасно Совсем необязательная потеря Мяч у соперника Еще достаточно игрового времени 10 минут Такие передачи Придают атакам остроты Нарушение правил За такое судья Может и карточку показать Ну так нельзя играть Конечно Бесспорное нарушение правил Ух какой все-таки опасный подкат И наказание совершенно справедливо Бьет он головой Проверка вратаря Он на месте Никуда не ушел Арбитр на линии был прав Абсолютно насчет офсайда Да и атака не несла серьезной опасности Игра на три исхода я бы сказал Не удивлюсь любому результату Мяч летит в штрафную площадь Вот стоим Может получиться Интересная атака Отличный навес И легко прирывает Болотелли Вот это спасение Это угловод Отобран мяч Надо возвращаться Блестящий он сыграл Теперь надо грамотно распорядиться мячом Выигрывает борьбу вверху и бьет Три минуты будет добавлен До конца матча пару минут до спасения Один гол Решил пробить И совершенно не туда посылает мяч игрок Да какой-то странный удар вышел Обычный этот футболист ведет в таких ситуациях себя гораздо увереннее Я блядь увидел в один Прошел ту рефликацию Посмотрим за этой атакой Пас в штрафную А этот гол не состоявшийся Удар Не точно Немного удалось сегодня забить командам Итоговый счет 1-0 Сейчас посмотрим за школу Калядин спрашивает Можно на ЦАПе поиграть? Выходим Пусть он напишет он Пейну и спросит Кстати вы выйдем сейчас Этбэпс напишет В чем будет нет А Игорь что? А где сейчас Серега? В Питере Он куда-то уехал? Нет Да он отошел Что-то они там знают Я один остался В поиске Пич путает РБ переменил На ЛБ поставил Ну это Да джойстик нормальный Вроде стик А Как бы они работают На минуту Не ну надо кого-нибудь вперед еще Сейчас Бэпс придет Ну все равно мало Главное что выиграли? Пойду гляну что за парни были Здорово Здорово Драту ты Драту ты 78 Блядь опять яркий Алло У меня почему-то был замьющик Про Ромарю Я не понимаю почему Не понимаю почему Да Что Ну Музыку Слышно Гриш Сейчас она стрим за это подошел Вроде не должно Отлично приехал Приехали в шестой Защитник А через сколько Ремонт еще Давай О Андрюха уже 31 Еще минут через 10 Сейчас играем Здесь какой-то русский защитник 51 место занимает в топ 100 Русский защитник В нашей лиге не играет Какой-то МИ Холвик Или Май Холвик Пиши ему 51 место занимает Музыка не играет Борь 50 Слышу 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 А я всем поставлю Ярик Здравствуй Извини Ну тебе надо Уйти Там смотри Андрюха да На 31 месте Да Андрюха На 31 Он какое-то время Вообще Аннибу хвостик до 6 на 45 3 почему-то прекратился борь они не все предложить айф но не такая уж и большая задержка до задержка огромная наоборот небольшая до этого был больше больше на вот скажи больше поддержка вот все эти я смотрел все эти штуки которые задержка порталы который предлог нет котом портал который предлагает стриминговые ресурсы но там twitch youtube там у них всех задержка то носом поехали а все поехали а уехал вот этот который за рулем промо промо вот это ты поставил минимальный игроков соперник я да а как на жесткой сцепке можно так но она же не должна врезаться ему в жопу а он без водителя для буксировал газель а сцепка производства какого я вдруг ну как бы причем здесь причем тут газ со своими газонами и газелями может быть это из-за китайской сцепки все но все опасно надо без водителя моря сколько зрителей 2 я и я 3 майор да он сказал и будет смотреть и следить ну для твич интернет такой сильный кстати греешь всем привет с вами георгий черданцев и константин генич здравствуйте друзья давайте смотреть очень интересный футбол все готово к началу первого тайма поехали тут может что-то получится мяч за боковой линией санчес перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону это может быть опасная атака и как пробел прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков если вариантов нет отдай мяч обратно а это может быть опасно это может быть опасно это может быть опасно это угловой удар не давать давай 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 раз тут просто подарили мяч соперни грамотный пас все подел отлично передача но атака все-таки сорвалась санчес а сама пас в разрез очень точно и это удар мимо ворот пролетает мяч и эту атаку можно считать завершён а шанс кстати говоря был неплохой и и болотель продолжает владеть мячом очень до болотели какой сей вратарь творит чудеса отворот будет пяшного года пока неплохо такие передачи и пробил игроки в штрафной готовится борьбе за верховой мяч отобрали мяч у соперника теперь можно начинать свою атаку но действительно гостям можно и по прессинговать не ну если есть силы то почему бы не попробовать поддавить соперника как следует болотели штангу мяч угодил играй вот мяч из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен защитник выносит мяч неплохо действует игрок мяч отобраны что дальше из этой атаки может получиться что-то стоящее потерял он мяч но кому он достанется на пару решили разыграть эту комбинацию такие передачи растет он накручивает соперников одного за другим мяч у защитника он сыграл надежно это может быть опасно блин гриш нет это не пас что ж ты но это просто барселона говор куда и почти попал в ворота но только почти есть в принципе должен покидать потом есть форс-мажор болотели совсем необязательная потеря перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону браво а само потерял он мяч но кому он достанется отобрали мяч у соперника теперь можно начинать свою атаку ку-ку чужие ворота в другой стороне катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих неплохой мог получиться навес если вы не защитник не поставил яры красиво сыграно как эффектно тут может что-то получится и это удар по мячу попал а вот по воротам не уходи через три минуты прижали соперника к воротам и ждут свой шанс хорошая игра защитника чисто сыграна уходь жрать за уши нет я на фильм молодежка завтра не пойду смотрите постоянно буду играть а че ты его найти не смотришь ты ее хрен найдешь стс выкладывают только после двух часов когда ее выпустили а в интернете вообще после четырех обычно поскольку команда готовы тренерские установки получены можно начинать отлично сыграно надо решать я уже сбился считать передачи честно говоря их много и они все точные ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось они просто потеряли мяч хорошее владение мячом перед штрафной площадью но пора бы и обострить надежно играет защитник атака прервана а само успешно навязал борьбу теперь придется побороться еще раз хорошая игра головой мяч остается у них будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой терпеливо ждут они своего шанса перехват центральной зоне пол команды обыграл ничего себе тренер гостей задействует тактику командного пресса и давайте смотреть как это скажется на игре хозяев это штрафной как защитник сыграл браво неплохо действует игрок мяч отобран и что дальше браво и играть еще полчаса болотельник перехват мяча и можно начинать атаку в обратном сторону такие передачи растягивают разрывают оборону соперник вантер да выиграешь причем очень долго пора бы уже как-то обострять раз могло что-то получиться после этого навеса но защитник сыграл уверен мяч перехвачен защитник молодец и 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 в разрез шикарно болотели и и и и и и и санчес еще достаточно игрового времени 10 минут ничего даже делать не пришлось чтобы этот пас перехватить долго держит мяч команда но пора как-то обострять хорошо так опасно вот это спасение главой это очень важный момент возможно больше такого шанса не будет я думаю этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафны болотели мяч отобран чисто ну-ка кто к нему успеет первым штрафной удар отлично сыграно надо решать и это удар голкиперс забирает мяч где он столько насчитал целых 4 минуты не понимаю санчес и эта атака завершается свистком арбитра слишком поторопился игрок офсайт и 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 Ну ладно, поговаривай, я с тебя не смогу Хантер 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 А ты будешь ЦОП или ЦОП играть? В лиге? Подожди, меня выкинул нахуй Вроде стоишь Не-не-не-не Даю Сука, ну, ты фу перезапустите Ждем Игорь или нет? Да-да-да, ждем, нет, меня ждите Да я узнавал Я знаю, ты меня выкинул Ну, когда тебя ждем Вылетел прям, я смотрю в эту какую-то хуйню я там писал в чате Зайкнулся на звук Не пиздец А за что его заморозили продавца-то? А его где заморозили? На плате ру? На плате ру заморозили? Да Пожалуйста Да нет, обычно несколько, одну и ту же игру, ну, как бы один и тот же ключ продает несколько раз Да Да Продолжение следует... 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 Болотелли. Был фолл, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Ну, действительно, гостям можно и попрессинговать немного. Ну, если есть силы, то почему бы не попробовать поддавить соперника как следует. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Блестящий от сыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. А оставляет защитника в дураках. Классный отбор, можно играть. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штратная совсем рядом. Все верно, края надо чаще задействовать. Прекрасно сыграно, мяч перехвачен. Отлично сыграно, надо решать. Мяч будет введен из аута. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Тут может что-то получиться. Головой бьет он по мячу. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Очередная потеря. Пока неплохо. Болотели. Чисто сыграно в мяч. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Аут. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру. Дал доиграть эпизод. И после только остановки. Но матч выписал желтую карточку этому игроку. Не прошла эта передача мячу соперника. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Отличная передача, но атака все-таки сорвалась. Осамо. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Будет штрафной удар. Я не вижу игроков, которые будут. Три минуты добавлено к основному времени. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Не видно все поле, когда мячик внизу. Точно сопернику в ноги. Неудачный арбитр. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Горчичник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать. Либо оставить его на поле с риском удаления. Либо все-таки сделать замену. Конец. Конец. Выбудет сегодня Ростов. Разобновляется игра на стадионе Лофтус Роуд. Какой-то, знаете, между собойчик. Болотели. Ставь пенальти. Не имеешь права. И это пенальти. И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной. А вот что нашли, это большой вопрос. Слушай, если будет обрез. Удар с 11 метров и гол. Тут все сделано как надо. Он был спокоен и точен. Вот так он реализовал пенальти. Ну и, наконец, гол. Долго же нам пришлось его ждать. А само. Это может быть опасно. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Хотят они довести мяч до вверх. И как опасно пробил. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Братарь спасает своих мяч в его руках. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Плохо сыграно. Мяч потеряно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Вы видели вообще, про что говорили разработчики, когда представляли игру. Какие-то типа боты. Если вы начнете забегать, боты вам будут помогать. Это может быть опасно. Какой удар. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. Рукой сыграет. Попытка нанести удар головой. Отличный сейф вратаря. Санчес. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Товаром беги. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? И арбитр показывает желтую карточку. Может получиться интересная атака. Совсем необязательная потеря. Ищут они разные варианты для атаки. Вот тут я вижу. Игрок бросил мяч. Не стал ждать ни секунды. Посмотрим за этой атакой. Защитник тут хорошо поработал. Выиграл аут. Атака продолжится через фланг. Мяч летит в штрафную площадь. Будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Тут может что-то получиться. И есть поддержка у этой атаки. Напрашивается навес. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. И это угловой. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Удар! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил сопернику. Санчез. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хюнтелан. Удар поворотом. Ох, какой гол! Какой гол! Это уже серьезное преимущество. Еще один гол забивает команда. Игра на опережение и быстрота мышления. Вот так можно было бы это описать. Да, действительно так. И защитники в этой ситуации выглядели просто статистами. Плохая передача. И прерывает ее защитник. Свисток штрафной. Главой отдал он мяч партнеру. Он бьет. Вратарь намертво забирает мяч. Играет он головой. Сумел сохранить мяч у своей команды. Выигрывает борьбу у защитника. И навес. Навес точно в руки вратарю. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Судья дает продолжить игру. Хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Такие передачи придают атакам остроты. Катает мяч перед чужой штрафной. В надежде на открывание кого-то из нападающих. И это может быть опасно. Защитник выносит мяч. Тут защита справляется. Потеря мяча. А основное время заканчивается через 3 минуты. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбит. Действительно пас во всайк. Здесь правильно все разглядел арбитр на линии. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Судья добавляет 3 минуты. Санчес. Отлично сыграно. Надо решать. Опасно. Вот так и нужно играть в обороне. Как в жопу говоришь. Как в угловой. Да вы еще говорите. Мяч летит в штрафную площадь. Навесить мяч. Итак, 2-0. Все. Финальный свисток. Эта победа позволяет команде вырваться из зоны вылета. Да, и теперь станет чуть-чуть полегче дышать. Раз, блядь. Меня ждите, блядь. У Володи 8.9. У Хантера 8.3. Все равно можно. Без правки. Целки в основном. Типа то, что продают в церквях, это говно всё. Да это пиздёшно, вообще все такие, блин, всё веру испохабили и вызываю. Коррупцию, сука, даже там. Я сейчас пока отойду на, наверное, один-два матча. Бля, мы без тебя проиграем, ух ты что, блядь. Ёбаный. Блядь, я теперь проёбывать будем сейчас. Сейчас, секунду. Справки, сука. Тебе надо. Блин, может быть, по позициям поиграем, а то у нас скоро игра. Да, нормально. А где Серёга будет играть? Серёге сегодня не будет. Там больше, чтобы это... Чтобы бот не терялся. Главный офис. Главный офис. Главный офис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На отлично Голкиперс забирает мяч Браво Санчес Атака остановлена, но кто получит мяч? Субтитры сделал DimaTorzok Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу Чисто отобран мяч Пересек мяч в боковую линию Санчес Очередная потеря Напрашивался этот пас Через центр сложно пройти Пирло И пас обратный Скучновато Нужно подумать, кому сделать точную передачу Терпеливо ждут они своего шанса На этом все Атака закончена Мяч ушел за лицевую Удар от ворот Блядь, я поржал, конечно Терпеливо Пирло Перехвачен этот пас И довольно своевременно Такими действиями игру не обострить Посмотрите, как здорово ходит у них мяч Не подобраться Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником Будет аут Неплохо действует игрок Мяч отобранный Что дальше? Потеряли они мяч Теперь надо отходить в оборону А ты сейчас так просил Долго держит мяч команда Но пора как-то обострять Удалось нейтрализовать Атакующего игрока Кто будет первым на мячах Все верно Пора сместить акцент Атаки Перехват мяча И можно начинать атаку в обратную сторону Это может быть опасно И все-таки атака захлебывается А вот это может быть опасно Прижали соперника к воротам И ждут свой шанс Атака прервана Мяч улетел куда-то в сторону А сама Владеет мячом команда И выбирает момент для Вот это удар Не точный удар И все Надо забыть это Побыстрее играть дальше Отлично сыграно Надо решать Тут просто подарили мяч соперни Мяч у защитника Он сыграл надежно Это может быть опасная атака Отобрали мяч у соперника Теперь можно начинать свою атаку Две минуты еще играть Именно столько добавляет судья Потерял он мяч Но кому он достанется Забирает мяч галки Первый тайм У кого-нибудь по-любому Побежал автоматически На этот класс Вам не кажется, что численные преимущества У них в защите Перед нашими атакующими игроками Слишком большое Вы там втроем Против шестерых или семерых Был довольно скучно в первом тайме Мало ударов, мало игры Как таковой Может быть закончили бы они уже Да разошлись по даму Какой закончили? Я поставил наверх в этом матче А они пока вообще к воротам не подходят Продолжают владеть мячом Очень долго Пора бы уже как-то обострять Успешно навязал борьбу Теперь придется побороться еще раз Здорово Есть хороший адрес для передачи Задумано-то было неплохо, но Ну что, посмотрим Какой силы удар у этого вратаря Браво! А само Пока неплохо И удар должен последовать Потащил один удар, но может быть и второй Мяч за боковой линией Ничем интересным не закончилась эта атака Будет удар от ворот Такой сейф можно бесконечно смотреть Потрясающая игра голкипера Балателли Надежно сыграно Жаль, мяч не у него остался Неплохо действует игрок Мяч отобран И что дальше? Из этой атаки может получиться что-то стоящее Подавай! Часами тренировок наигрывается такая игра Головой бьет он по мячу Проверка вратаря Он на месте никуда не ушел Теперь в атаке соперник Ку-ку! Чужие ворота в другой стороне Надо собраться Там поле кончилось Туда пасовать не надо В центральной зоне передачи должны быть точнее Защитник перехватил Вот это ввод мяча из аута Сразу же соперник Тут может что-то получиться Пирло Выбили у него мяч Кому он достанется? А вот и конец этой атаки Теряют они мяч У вас там три человека Болотелли Болотелли Хюнтела Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс Положение вне игры Сигнализирует Ланс Успешно навязал борьбу Теперь придет Тут все очевидно Будет штрафнуть А само Очередная потеря Это может быть опасно Неплохая была атака Но мяч потерян Хорошо, что произошло это на чужой половине поля До конца второго тайма Примерно минут 15 Ну и плюс то, что добавит арбитр Владеют печем и ждут Когда предоставится возможность сделать хорошую передачу Отлично сыграно Надо решать На повторе видно, что положение вне игры действительно было Хорошее владение мячом перед штрафной площадью Но пора бы и обострить Блестящий он сыграл Теперь надо грамотно распорядиться мячом А само Пошли последние 10 минут игры Перехват в центральной зоне Здесь защита справляется Мяч отобран Перехват мяча И можно начинать атаку в обратную сторону Пирло Тудья позволяет продолжить атаку Пока неплохо Мяч летит в штрафную площадь Команда будет исполнять угловой удар Они понимают, что это шансы И постараются его реализовать Атака прервана Мяч улетел куда-то в сторону Пирло Удар Это угловой Который еще иногда называют ужасным английским словом Корнер Отличный навес Попытка сделать навес Защитник накрывает Игра остановлена из-за нарушений И тут ситуация вполне на предупреждение Судья не преклонен В такой ситуации желтая Это еще не самый худший вариант Табличка в руках четвертого судьи Три минуты до балла Из этой атаки может получиться что-то стоящее Отличный отбор Но мяч-то кому достанется Ну послушайте Надо больше тренироваться Так вводить мяч в игру нельзя Трудно сказать довольны ли болельщики Но мы фиксируем результат Ничья 0-0 Блин Одну игру нам надо выиграть А не две надо выиграть А все равно через выход тогда, да? Сейчас не найдет Давай через выход, да Да что ты, блять Ну вот все всегда хорош А стой, подожди, обопис Блять, подожди, меня опять выкинул Ну ебать, да че за хуйня такая Выкидывает, короче, не переподключается Перезагрузим Да вот на хуйня, блять While я использую Дюба Блядь, если вынимите Потом звуки Блиб intactа Продолжение следует... 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 Он бьет. Спасает вратарь. Не удается укоротить мяч. Мяч перешел к другой команде. Может получиться интересная атака. И удар. И они выходят вперед. Ну такой удар на технику конечно очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно и практически без шансов для вратаря. Чет матча был открыт на 20-й минуте. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Хюнтелар. Удар заблокирован. Счет прежний. Игра остановлена. Будет у главы. Страшненько. Браво! Некоторым командам гораздо легче даются голы с игры. Да и вообще. Да, несколько тяжеловато сегодня выглядят футболисты. Не хватает им конечно легкости и я бы сказал свежесть. Не один. 27 уже. Ну что, еще это наконец-то? И вот потери в центре поля. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет орбита? Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Нет, ну я не думаю, что тренер рискнет и будет менять его в такой важной игре. Но посадил себя на карточку и игрок ключевой действительно, наверное, не вовремя. Получает мяч на ходу. Терпеливо ждут они своего шанса. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Футбол быстрая игра. Только что они атаковали. Теперь надо бежать в оборону. Отлично сыграно. Надо решать. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Оффсайт нет никаких сомнений. Вы тактику не меняли вообще, что ли? Ну, обычный стойк, а не брота. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Надежно играет защитник. Атака прервана. Перехват в центральной зоне. Пирло. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? А мяч уже у соперника. Такие передачи придают атакам остроты. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Куарнер. Отличный шанс увеличить свое преимущество. Прекрасная передача. Головой бьет он по мячу. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлен. Очередной угловой в этом матче. Это может быть опасно. Перехват мяча. Один. Примечательно в профи вернулся. А зато парень вчера сказал в основном будет. Сегодня точнее. Может и будет. Нет, мне кажется придет. Чувствую. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. В этой атаке оборону пройти не удалось. Может получиться интересная атака. Опасно! Судья показывает, что будет угловой. Попытка нанести удар головой. Попытка нанести удар головой. Этот матч, мне кажется, имеет хорошие шансы стать настоящей новостной бомбой. Если в течение ближайших минут фавориты не соберутся, не отыграются, грянет настоящая сенсация. Да такая, Константин, что о ней даже напишут не спортивные издания. Да, Георгий, представляю, как им косточки перемоют. Представляю эти драматические очерки. А вот когда нужно футбол показывать, так показываем только мы. И еще разбираем в наших аналитических программах. И вот потери в центре поля. Санчез. Это может быть опасно. Как он работает? Удар! Какая реакция, какой прыжок. Класс! Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Защита надежно играет. Мяч отобран. Две третий матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Слушайте, ну это просто Барселона-Гвардиолы в лучшие времена. Отличный чистый отбор. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? Санчез. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью. Но пора бы и обострить. Хюнтелар. Отлично задуман. Отлично исполнено. Пять баллов. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Удар. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Они остались с мячом. Так что можно продолжать игру. Защита в ударе. Вовремя перекрыли путь мячу. Какая у вас будет? С углового мяч будет введен в игру. Количество угловых в сегодняшнем матче на вашем экране. Можно было получше мячом распорядиться. Санчез. Основное время истекает через 20 минут. А ну-ка давай вторую желтую. Вторую желтую? Потерял он мяч. Но кому он достанется? Это может быть опасно. Это штрафной. Быстрый рост. Болотельный. Ну а здесь кого винить? Только себя любимым. Пас пяткой, но его перехватили. Посмотрим за этой атакой. Санчез. Лето как. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Был фол. А вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Времени мало остается. Но случится в этой игре может что угодно. Можно бить. На месте голкипер. Все в порядке. Не дал пробить защитник. Но момент еще не завершен. Вышел мяч в аут с стараниями защитника. Мяч в игре без задержек. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Какой удар. И совершенно не туда посылает мяч игрок. Да, какой-то странный удар вышел. Обычный. Этот футболист ведет в таких ситуациях себя гораздо увереннее. Санчез. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Тут может что-то получиться. И это удар. Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Пирло. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет в этой атаке. Победа и ничья нужно. Не, не, не. Я сделаю сейчас с этим LZ-шником. Начну удар. Типа извиня, как это что? Понятно. Сможно. Раньше был извинен. Короче, блин, не играйте на LZ-шником. Пусть на LZ-шником будет играть. Пусть. Ну, Рома один, ему сложновато играть, потому что он один остается. Мы в защите все, и он один против трех. Пусть на ЛЗ-шником будет играть. Что? Перепутал. Право-слево перепутал. Саня, а ты почему не играешь на ПП-ПП, ну ЦАПом играешь? У ПП же у него на весы лучше намного. Ну функции да вот эти, там отбор получишь. Не, я просто спросил, потому что я это как, я же не играю на ПП. Тебе не скрыться от любви. Так надо. Ну на самом деле, чтобы головой выигрывать, а все остальное у меня и так получается, пасы проходят. И ЦЗ в атаку не бегает вообще. Даже если ему скажешь, беги в атаку. Нет, ну капитан скажет, беги в атаку, я все равно не побегу. В смысле в скиллах или в чем? А если ставишь не вингеры, а все поле? А зачем тебе вверх выигрывать? Ну, мало ли. Да, хорошо. Поехали. Спасибо. 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 А у ПП и УЦАПа с... А что все я не прокачал? Да пасу убирайте нафиг, все равно они не помогают. Надо все прокачивать на скорость. Первый удар по мячу и игра началась. Может получиться интересная атака. Будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Ну послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Это может быть опасно. Атака закончена. Удар от ворот. Отлично сыграно. Надо решать. И здорово читают эту подачу защиты. Это угловой удар. Бьет он головой. И есть! Гол! Удар был не сильный, но он застал вратаря врасплох. И мяч оказался в сетке. Без единого шанса для вратаря великолепный удар головой. Очень здорово исполнил. Прицельно, мощно, результативно. Одиннадцатая минута. Оказалось результативно. Счет открыт. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну кто так играет? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Отличный удар. Сейф, но атака продолжается. И вразрез. Шикарно! Убийник убежал. Передача галкиперу. Медленно развивается атака. Балателли. Какой перехват! Восторг! Это может быть опасная атака. И перерывает защитник эту передачу. Браво! Хюнтелар. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Ударище просто! Это опасный штрафной. Хозяева выигрывают, а игроки, болельщики, гостей все чаще обращают. Разбинка для вратаря. Намертво ловит он мяч. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Решил пробить. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. А само. Тут все очевидно. Будет штрафной. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. После драки, блядь. Пирло. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не получается подачи, защита легко с ней справляется. И пробил. Момент. Нет, офсайт. Офсайт. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Пирло. Тут может что-то получиться. Ну, загружай в штрафную. Задумано-то было неплохо, но... Отнять у него мяч не так-то просто. Мяч перешел к другой команде. Зачем мне этого? Атака остановлена, но кто получит мяч? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Браво. Передача назад на голкипера. Тянут время. Стадион свистит. Санчес. Болотелли. Осамо. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Это может быть опасно. Ищут они разные варианты для атаки. Такие передачи придают атакам остроты. Точно сопернику в ноги. Неудачный. Ну послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. И здорово читают эту подачу защитник. Санчес. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлены. Посмотрим за этой атакой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь. Вот это удар. Мяч в воротах. И у нас ничья. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусный, я бы сказал, мяч. Смотрите, слева фланга вверх. Штрафнул. Да, и его оставалось только замкнуть. С чем проблем вообще не возникло. Еще раз смотрим гол. Отлично разыграли. Очень хорошо пробил игрок. Стандарт действительно удалось реализовать классно. Пиздец, я два пасса сделал за тайм, блять. Один не точный, другой точный. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Пока неплохо. Опасная подача, но защитник на месте. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Балателли. Отобран мяч. Надо возвращаться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Браво. Осамо. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Игра остановлена. Будет угловой. Удар. Еще один угловой. Защитник подальше. Отворот выносит мяч. Мяч ушел в Валтуру. Мяч ушел в Валтуру. Тут может что-то получиться. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Катает удар по воротам. Простили соперника. А ведь лидерство было так близко. И играть еще полчаса. Браво. Это может быть опасно. Осамо. Чет не изменился. По-прежнему ничья. Хотя сейчас они были близки к голу. Осамо. Пирло. Отлично. Кому достанется. Владеет мячом команда и выбирает момент для опасности. Мяч летит в сторону ворот. Мяч в воротах. И они вышли вперед. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Ну, тут надо голевую передачу отметить с флангом. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Повтор гола нам показывают. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Надо ранее навесить. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Посмотрим за этой атакой. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Тут все очевидно. Будет штрафно. Ну, так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Браво. Хюнтала. Пас в разрез очень точно. Ну, пирло. Момент. Нет, а в сайт. Нет, а в сайт. Вы еще будете играть? 20 минут осталось играть. Ну, блин, а что ж такое? Это может быть опасно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Передача назад на галкипера. Тянут время, стадион свистит. Пока неплохо. Пока неплохо. Навес. Защитник прекрасно обороняется. Не позволяет пройти навес. А само. Ушел мяч. Аут. Все верно. Края надо чаще задействовать. Хюнтала. Обостряющий пас. Будет момент. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мне кажется, что будет, что он не скучает. Санчес. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Играть осталось в самую малость. Но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Аут. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Хюнтала. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Будут выбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Атака продолжится через фланг. И вратарь забирает этот мяч. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлено. Тут может что-то получиться. Я на позиции, если что, сразу же. Где же удар? Сохраняется разрыв в один мяч. Дает вратарь еще шанс своей команде вытащить хотя бы ничью в этой встрече. 2-1. Итоговый счет этого... Может, теперь сходим? Восемь и три. Значит, нам нужна ничья или победа. А если победа, что? 2-й дивизион. А на каком мы месте в топ-команде? На первом. Эспенза на первом. Среди пенз. Пенза всегда на первом месте. Всегда. Даже когда на последнем. А что будет смотреть, какой футбол-то? Ростов, Атлетика, Мадрид. Не Барселона, Манчестер-Сити? Нет. Престиж поехал играть против Рашенберс. Да? Куда? А вот у Гриши не написано, что он готов. Вы... Вы... Что? Почему я не готов? Ожидание соперника у меня. Если сейчас верится, я просто... Я так... Зару. Нет, я не буду радовать. У меня родители не надо. Глушитель Гриша в тщательстве. Да, охуеть, джойстикам. У нас телек. Вот сбок сразу. Да. Нет, Вейка. Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Что-то, два, три, четыре, два, три, четыре, три. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Пирло. Это штрафной удар. Судья показывает футболистам, что сегодня лучше правила не нарушать. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Но определенный допуск рефри обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте, давайте, осторожнее. Видит судья или не видит, но стенка двигается куда-то. Куда же она двигается? Может быть, в раздевалку? Артур пришел на последний матч. А само? Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отлично сыграно, надо решать. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Ну, не знаю, как же. Может, после девяти лет. Пирло. Теперь в атаке соперник. А как ты сделал так? Прекрасно играет защита. Итак, у нас аут. Вот, дай мне, Игорь, скину. Сейчас, подожди, не-не-не-не. Игорь, а как ты так сделаешь? Может, получится интересная атака. Болотелли! Защита надежная. Играет мяч, отобран. Хороший пас во фланг. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пока неплохо. Валерий. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Какой шанс у Аликса Хантера? Ёбаный рот. Браво. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч штрафной ставит судья. Через полчаса свистит. Это может быть опасно. Пирло. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Есть варианты для паса. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точные. Это может быть опасно. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Неплохо действует Ильич отобранный. Что дальше? Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Не ожидал я, честно говоря, такую игра от этого парня. Умеет ведь моменты создавать. Реализует их, опять же. И вот такая, с позволения сказать, глупость. Да, знаешь, очень странно он себя повел. Думаю, тренер тоже находится в недоумении. Пирло. Мяч будет введен из аут. Заражить нужно мячом, а не дарить его соперству. Хюнтелар. Санчес. Напрашивался этот пас через центр. Сложно пройти. Посмотрим за этой атакой. Он бьет. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Пас в штрафную. Защитник хорошо выбирает позицию. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Ушел мяч. Аут. Тут может что-то получиться. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Мяч за боковой линией. Такими действиями игру не обострить. Едва не упал он, но все же устоял на ногах. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящая. Бол команды обыграл. Ничего себе. Слишком поторопился игрок. Залез в офсай. Перехват в центральной зоне. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Арбитр назначает угловой. Смотрите, видите, где я стою. Вот. Паспорт. Паспорт. Мяч летит в штрафную площадь. Судья решил добавить три минуты. Пока неплохо. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет Арбитр? Тут защита справляется. Потери мяча. Итак, первая половина встречи. Ничья нам подходит или только победа? За мной фами реал что-то есть. Итак, первый тайм у нас был откровенно скучным. Посмотрим, что приготовит нам второй. Хочется верить, что это будет совсем другое зрелище, нежели чем мы увидели в первом тайме. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? А. 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 Пирло. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Ну, блин. Перечек мяч в боковую линию. Может получиться интересная атака. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удар. Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную функцию. Я люблю. Ну, и как. Мяч. Ушел вал. Блестящий счет сыграл. Теперь надо... Асамо! У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Дальний. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Асамо. Пирло. Удар. Опасно. Целил в угловой флаг, похоже, но и в него не попал. Пирло. Две третий матча сыграно. Последние полчаса игры смотрят. Пирло. Посмотрим за этой атакой. Этот навес становится легкой добычей защиты. И пас обратно. Скучновато. Браво. В примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Мяч у соперника. Это может. Ударище просто. Все. Ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Это может быть опасно. Хюнтелар. И справляется вратарь с этим ударом. 20 минут осталось играть. Санчес. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Надежно играет защитник. Атака прервана. Малателли. Это может быть опасно. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Санчес. Все верно. Края надо чаще задействовать. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Опасная подача была, но оборона справляется. Был фолк. Тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Горчичник получает очень важный игрок команды. Да, и теперь тренеру стоит хорошо подумать. Либо оставить его на поле с риском удаления, либо все-таки сделать замену. Санчес. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Катится матч к своему завершению, а команда катится к своему повышению. Константин, я пару раз наблюдал, как ты катишься вверх. Это то еще зрелище. Ну а что касается текущей ситуации, будем готовиться к тому, чтобы поздравлять команду. Потому что счет на табло их полностью устраивает. Тут может что-то получиться. Отобран мяч, надо возвращаться. Клозер. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Хюнтелар. Пока неплохо. Защита надежно играет. Мяч отобран. К основному времени арбитр решил добавить две минуты. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Думаю, не в прерве он этот пас сопер... Все, матч окончен. Не сумели команда сегодня отличиться. Ничья 0-0. Что ж, команда обеспечивает себе место в высшей лиге на следующий сезон. Чего и следовало ожидать. Отличная работа в этом сезоне. Отличная работа в этом сезоне. Спасибо. Я пошла. Давай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...